Предлагаю сегодня продегустировать такой вот армянский коньячок. Надеюсь, замечательный будет. Это у нас Бадуэн Весоп. Он сделан в Армении, в Республике Армении. Чисто в Армении. Раздлит тоже в Армении. Что, открываем? Чего Весоп? Весоп? Весоп, и можно так сказать, да. Совершенно с вами согласен. Удобно есть такая открывачка у него, которую только подцепить надо. Женскими ногтями желаем. Законоска щатывается. Цвет красивый. Пробковая пробка. Нормальная. Да, человеческая. Так, по старшинству. Созрями сперва. Так, что в кадре его все видели. Вот так он выглядит, как бы... Вот так он. Семилетний, ребят, семилетний. В бочке семь лет, да? Да. Нашим за бочкой. А он купожирный, кстати. Это... Бочкой называется... Как бы я все время слово-то забываю. Ну, подпишем. Ирцаксхидут. Ирцаксхидут, да. Это что? Ну, виноармянский какой-то. Ну, запах, аж аромат пошел прямо сюда, да? Да-да-да. Ну, ароматный просто очень он. Ну, да. Носки такие прям. Ну что, пробуем? За подписчиков. За подписчиков. За подписчиков. Ну, ваше мнение, Серый Алексеевич. Лягкий. Очень. Бочка чувствуется? Да. Ну, точно еще пьет. Да не, ну, какая-то там кисель прям. Нет, стоит он, ребят, около двух тысяч, как бы, потому что, ну, тут явно бочка была. Кстати, Олег Юрьевич, как помните, пробовали мы у нас его в помещении и пробуем здесь. Я заметил, что вот на данный момент... На приводе, конечно, лучше. Настроение, еще что-то. Больше почувствовали сухофрукты? Сухофрукты, да, чувствую. Очень даже побольше почувствовались. То есть, они гораздо глубже по запаху, по вкусу. Вот ванильки мне не нравятся, когда коньяки много ванильки. Тут ванильки почти нету, да? Почти нету. Почти нету. А, мяника-мяника издалека. Мне не нравится, когда ваниль, вот, дешевые коньяки, они прямо в ваниль все такие. Я специально туда добавляю. И в конце обжилает, да? Угу, прикольно. А здесь он мягкий в начале, в конце. Фрукты и все равно в конце так... Орешек, орешек какой-то. Что-то, да. То есть, сорт винограда, я потом подпишу, и забыл, как называется, там будет подписано. Какой-то сорт винограда. И он, кстати, купажированный. Здесь есть не только... Семь лет он стоял на бочке именно это, я так понимаю. И тут есть еще 20-летние даже, эти самые, спиртые, как бы, коньяки. То есть, 20-летние есть и еще там какие-то есть. Короче, тут... Одним словом, купажированный. Ну да, купажированный. Не, ну, молодцы, Армяне. Так виски было им делать. Бля, нет, слышишь, стекло толстое. Не, ну, за 2000, как бы, я считаю, это нормальная цена. Это очень. Но его бутылками не надо пить. Это именно, знаешь, такой вечерний напиток, когда пришел, шлеп-шлеп... И спать. Ну, не то, чтобы спать, но для настроения, для работы. Закусывать не хочется, да? Запивать тем более. Извращение, коньяк запивать, это извращение. А вот закусить чем-нибудь вот сыром, шоколаде. Его, кстати, сырком рекомендуют закусывать. Да. Так, что я подготовился. Повторим. Закрепим, вернее, да? Закрепим, да. А то по одной никогда не поймешь, да? Хорош. По половиночке. Да. Вот никогда так не получает, чтобы не раздумить. Руки трусятся. Да, нет, еще не трусятся. Максимально. Ну, тут уже бесполезен аромат. Нет, но все равно, вот, заменим. Ну, аромат у него вообще замечательный. Как-то на природе, видимо, здесь менее скупой воздух, в чем в помещении. Больше раскрывается запах именно от сухофруктиков. И на отдалении каких-то орешков. Нет, в нашем подвале там, конечно, другие запахи присутствуют. Слышишь, он надо этот самый стакан в теплый наливать. А он как раз тепленький. Его рекомендуют 18-20 раз. Нет, в теплый стакан. А он сам же себе теплый. Вот если вот такой стакан, как знаешь, совершенно другой вкус. Конечно. Вот этот самый капучинатор. Да-да-да. Раз капучинатором бокал обработал, и коньяк туда налил. Ну, еще постоять желательно. Вообще разница. Попробуйте. Так как. Сейчас, да, больше сухофрукта, и какой-то на окраине орешки есть. Вот какое, только непонятно. На орешках. Так, а что? Поехали за подписчиком. За подписчиком. За подписчиком. Эрцарский дуб, наверное, запомнить. Эрцарский. 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 Ну, это видно, какой-то армянский. Мне надо почитать про него, кстати, будет интересно. А вот как раз сигаретку. Сигарочки не хватает, конечно, да, сейчас? Да, вот какая-нибудь сигара бы с ним, да, надо было задуматься. О, у меня есть армянский сигарет. Смотрите, в этой линейке есть, ребят, как бы, мы, Иксошку, там у нас есть уже ролик, мы когда ее дегустировали, да? Иксошка, это не самый высокий, у них еще Блэк есть. Блэк, как он? Блэкодишн. Блэкодишн, да. Тот 3600 стоит. Высошка стоит. Самый дорогой такой. Ну, Блэк этот сам, Блэкодишн. Иксо, вернее, был 10-летний, это 7-летний, как бы, у них. И самый дешевый, ВАЭС у них, как бы, тот 5-летний. Да, не нормальный коньяк. Да, я тоже считаю. Такой и цвет, глядь. Ну, цвет там, да, ну, что, магический. Наверное, бочка была такая, знаешь, в первой заливке. Ну, кто его знает. Там, они купажируют еще, видишь, как-то. Простите, он выглядит очень солидно. Вот, темная наклейка, прозрачная бутылка и темная бутылка. Нет, коньяк просто мало распространен в России, на самом деле. Что жалко. Да, его недавно, кстати, я так понял, в России начали поставлять, как бы. Вот, Алкотека, кстати, это, Алкотека, да, правильно называется? Магазин, где он можно купить. А, Алкотека. Алкотека, да. Там, где он продается. Там, в Москве он есть, а не знаю, филиал где-то еще есть. А они много где есть. Это сетка, да, сетка. По-третьей, да, закрепляющей. Чтобы уж действительно понять вкус всего черного напитка. И, наверное, все же заканчивать с выпиванием казенных коньяков. С распитием, да, казенных коньяков. Пойдем оставить... Из дегустации. Речку на Словоде. Это будет речишный наш десциллят. Который повезем мы в Москву на Ливу Мастеров. В ноябре месяц. 16-17 ноября. Как раз он до этого времени, думаю, что придет... Кстати, скидочка на промокодик в описании. Да, да, да. От нас. Что, поехали. Наромат уже, по-моему, бесполезно. Ну да, уже сколько мы... Нароматизировались уже, да? Да, согласен. Поэтому делать с тема за подписчиков. За подписчиков. Да. Не, на приятного даже третий, да, и как бы... Хочется пить и пить его. Что, резюме какое. Приятный коньячок, да? Если по десятибалльной системе... Ну, не знаю, опять же, там... Давно уже коньяки не пил какие-то такие хорошие. Мартеля, там, что-то... Такси сравнить из того, что вот... Все, что в КБшке продается... Я бы поставил девять с половиной. Не, ну ты слишком. Бэйсоповый. Ты слишком. Нет, хорошая, да. Почему? Я не соглашен с вами слишком. Ну, семерочка точно. Может, восьмерочка даже. Не, ну, опять же, сравнивать такими-то французскими коньяками, то да. Если сравнивать с теми, что в КБшке продается, то однозначно десяточка. Ну, если сравнивать с такими, то десяточка. Спасибо. Спасибо.